соответственно получается такой коктейль то есть на первой вкладке у нас одна статья на второй вкладке одиночная тоже одна статья а тут идет список статей из категорий то есть это очень гибкий инструмент видите которого можно настроить под себя причем когда у нас именно дизайн мы с вами еще не рассматривали дизайн выбран по умолчанию посмотрите как он вписывается в дизайн нашего шаблона то есть по идее если нам не надо менять дизайн как-то специально выделив аккордеон то у нас с вами будет по умолчанию если естественно выбран дизайн видите вливаться в наш шаблон то есть что здесь цвет у нас идет в серый так и вот эти вкладки тоже серые то есть как будто бы это единая часть давайте рассматривать следующие типы здесь я закрою из создам еще одну вкладку конечно мы можем прямо и здесь это все делать но я хочу для наглядности для больше для большим такой массы эти вклады да чтобы это было видно мы создаем еще я выбираю статья 4 дальше группа моя группа оставляем тип мы с вами рассмотрели отдельный материал категория материала дальше мы выбираем позицию модуля и у нас появляется вкладка для выбора позиции модуля мы можем во вкладке отобразить любой наш созданный модуль в нашем сайте я выбрал позицию 7 смотрите чтобы лучше понимать я сейчас выйду отсюда если вам нужно отобразить какой-то модуль вы его создаете назначить ему позицию у нас есть стандартные модули jumbo вот например модуль авторизации на сайте он по умолчанию находится в позиции 7 это чтобы вы знали где это посмотреть можете прямо отсюда так выделить и скопировать позицию чтобы руками не писать то есть в позиции 7 у меня располагается модуль авторизации входа на сайт например я хочу вывести его во вкладку значит я копирую эту позицию возвращаясь джей тапс элементы вот наша статья 4 захожу мы с вами выбрали тип позиция модуля и вот просто я в позицию прописал позицию данного модуля то есть из этой позиции модуля я хочу отображать модуль в вкладке сохранился и вот 4 вкладка вы видите модуль авторизации ровно так же как и здесь он отображается во вкладке и последний здесь тип который мы с вами не рассмотрели эта ссылка на видео выбираем ее можно вставить как в email сервис или youtube в ниже появившемся поле просто целиком вставляете ссылку на ваш ролик здесь в подсказке написано как сохраняемся и принципе вот наш ролик обновляемся статья 5 ролик не воспроизводится нажимаем play ролик идет теперь более подробнее я хотел бы рассмотреть вот эту опцию наведение пауза она очень может оказаться полезной в нескольких ситуациях чтобы более детально вы понимали как она работает я наглядно хочу вам показать но она будет работать именно если вы его 10 выберите триггер вкладок нажатие а не наведение то есть при нажатии открывается вкладка они при наведении я сейчас нахожусь именно в модуле в нашем который мы с вами создавали это касательно видеороликов чтобы например каждый ролик с youtube в разные вкладки и чтобы он воспроизводился автоматически только лишь при нажатии на вкладку это может быть полезно если у вас какой-то сайта там с уроками или с какими-то обзорами последовательно чтобы нужно было каждое видео свою вкладку там с описанием даже добавить да и что получается смотрите вот я сделал две вкладки статья 5 статья 6 и два ролика разных в каждой вкладке я нажимаю статья 5 ролик идет давайте обновлю страницу чтобы лучше понимать смотрите статья 5 ролик видите запускается он идет если нажимаю статья 6 то у меня запускается ролик в статье 6 вы видите он автоматически идет это очень удобно если обратно возвращаюсь то идет этот ролик если этот то опять этот но уже на вкладке 5 то есть переключаясь по этим вкладкам например с 5 на 6 значит в 6 ролик заиграл в 5 ролик автоматически приостанавливается вот вы чтобы понимали важность вот этой опции то есть здесь выбрана воспроизведение пауза как раз таки идеальный вариант если только пауза выбираем сохранить давайте посмотрим что произойдет обновляем страницу нажимаю статья 5 то только пауза видите то есть ролик не запускается чтобы он заиграл нужно нажать еще и play но при уходе на вкладку статья 6 у предыдущей вкладке ролик автоматически ставится пауза но на этой вкладке у нас ничего не происходит надо нажать play то есть конечно это намного удобнее да если мы здесь выберем воспроизведение пауза также можно выбрать но использовать глобальные настройки самого компонента или ничего теперь давайте рассмотрим dj tabs именно модуль вкладка модуль тема именно случайно вообще такого я еще не видел вот если здесь выберу случайно что происходит смотрите во первых мы видим смены дизайна если я обновляю страницу обратить внимание дизайн меняется при каждом обновлении страницы то есть случайно это значит каждый раз при обновлении страницы дизайн будет меняться смотрите серые вкладки красные вкладки может быть где-то пригодится синие вкладки то есть если это нужно и не только цвет меняется да они такие выпуклыми становятся я такого еще не видел нигде если где-то это будет необходимо для вас то вы можете выбрать здесь случайно про дизайн более подробно поговорим дизайн вкладок чтобы вы знали возвращаясь компонент dj tabs если у вас вот ряд элементов и вам нужно как-то их местами поменять например статью 6 поднять выше ничего проще нет вот здесь обратите внимание есть справа такие стрелки например статья 6 кликаем по этой стрелочке страница обновляется статья 6 видите она переместилась на один уровень выше и как я уже говорил очень удобно вот эти иконочки сопровождение говорит нам о типе данной вкладке вот у нас две вкладки это у нас видео и там серая иконка ютюба понятно иконка пазла это у нас получается модули категория статей и одиночные статьи теперь давайте поговорим про табы которые у нас мы можем вызвать прямо в статье переходим менеджер материалов перехожу например статью 4 и здесь где-то в нашей статье нам нужно разместить табы то есть например в развернутой статье то есть после знака red more то есть читать далее где-то после основного текста я ставлю курсор чтобы он там мигал нажимаем вот здесь кнопку tabs здесь немножко маленькое окошко но есть такой ползунок прокрутки выбрать группу но естественно здесь у нас одна группа поэтому мы ее выбираем прокрутив ниже выбрать тему также можно выбрать тему например случайно выбрать макет то есть как будет вкладка аккордеон пускай будет аккордеон и в принципе вот они все настройки то есть из готовых уже созданных табов мы выбираем статье если нам нужно это отобразить в самой статье чтобы вставить все что мы здесь выбрали мы нажимаем вот возвращаем ползунок наверх вот здесь ведь кнопка вставить вставить на статье он выглядит видите как иконкой логотипа самого аккордеона таба нашего компонента нажимаем сохранить давайте посмотрим как это выглядит на сайте я зашел в развернутую статью в свою обновляю страницу и просто вот они у нас аккордеоны все что мы с вами выбрали они у нас здесь то есть смотрите я перехожу на вкладку 3 вот статья 4 кликаю анонс статьи если я нажимаю подробнее ниже я попадаю вот видите статья 4 и вот вот этот внизу как раз таки аккордеон это есть уже у нас в самой статье то есть спокойно выводится еще и в самой статье пришло время поговорить о глобальных настройках компонента диджей табс в самом компоненте здесь есть настройка либо эта кнопка либо вот эта кнопка одинаковые кнопки кликаем настройки и здесь есть ряд вкладок настроек первая вкладка это опция материала показывает дату да нет использовать глобальный давайте сначала мы посмотрим с вами на сайт у нас выводится статья а выводится картинка вступительное описание ссылка подробнее выводится категория куда относится данная статья и автор супер юзер здесь вот написано соответственно показать дату да если надо показать или ничего не делаем если не надо показывать до позиции даты можно также выбрать рядом заголовком или под заголовком формат даты в принципе можно это не менять формат даты вторичный также оставляем как есть показывает заголовок да нет или использовать у каждой статьи у нашей здесь есть заголовок да если не надо показывать заголовок давайте скроем сохранить обратите внимание сейчас глобальные настройки они будут действовать абсолютно для всех наших табов вот я скрыл вы видите у статьи вот это слово статья скрылась видите то есть выше картинки были заголовки статья статья там статья 4 их сейчас нету то есть все скрыто естественно это скрывается только в табах если мы перейдем в саму статью тут конечно заголовок будет статья 4 потому что это выключается в другом месте в глобальных настройках самой джума соответственно если заголовок показываем то ниже опция заголовок как ссылка ну что была кликабельная ссылка прямо в статью да нет лимит символов заголовка то есть сократить можно если длинные заголовки дальше пойдем показывать изображение изображение для вступительного текста изображения полного материала и так далее но изображение показываем оставляем позиции изображения также выбрать слева справа вверху изображение как ссылка да нет сейчас у изображение не является ссылкой хотя стоит да если вы не знаете объясню почему и вот эти изображения имеется ввиду что мы в статью загружаем не напрямую картинку то есть если я зайду в статью я прямо сюда в редактор вставил изображение да то есть перешел на вкладку изображения и вставил по сути этот способ здесь не сработает здесь надо перейти изображение ссылки изображение для вступительного текста выбрать его здесь изображение полного текста материала выбрать здесь изображение если оно требуется в полном полной статье вот если изображение выбираем здесь то все эти опции они в диджей тапса они будут работать в глобальных настройках поэтому здесь так и написано изображение для вступительного текста материала то есть это вот оно и есть поэтому изображение не кликабельно я объяснил почему соответственно ширина изображения высота изображения скорее всего тоже не будет срабатывать потому что это нужно вот здесь вот выбирать да как я уже только что объяснил генерировать миниатюры если да то ставим да и качество миниатюры можно выставить здесь то есть автоматически будет созданными миниатюра на основе изображения статьи jumbo показывать описание да нет оставляем описание как ссылка да нет html в описании разрешить html теги в описании ну лучше наверно ставить до лимит символов в описании также можно поставить здесь 500 стоит показывать кнопку подробнее текст кнопки подробнее да нет если нет давайте посмотрим сейчас видим вот здесь ссылку подробней обновляемся ссылка исчезает ну соответственно я никак стать уже перейти не смогу потому что картинка не кликабельно заголовка нет или же вы можете включить обратно кнопку и если надо поменять текст на кнопки вместо подробнее именно для табов это делается здесь текст кнопки подробнее например я напишу читать сохранимся чтобы посмотреть как это будет работать видите место подробнее читать соответственно если я переду статья 2 это меняется везде читать ниже показывать категорию как раз таки я бы скрыл выбираем нет сохранить это вот категория вот здесь в углу обновляемся я думаю вообще не зачем показывать после обновления страницы вы видите категория скрыта также это действует для всех табов дальше если вы категорию сохраняете и хотите чтобы она была ссылка ниже тогда выбираете как ссылка здесь брать и да и показать автора я бы тоже скрыл выбираем не показывать сохранить соответственно автор вот здесь обновляемся все автор скрывается автора здесь больше нет закончили с вами опции материал дальше переходим настройки категорий материала отображение материалов и выбор аккордеон первый раскрытый изначально то есть у нас с вами сейчас не аккордеон у нас сейчас вкладки но мы с вами их настраивали отдельно в модуле соответственно мы можем настроить это здесь из глобально то есть аккордеон 1 раскрывает и изначально аккордеон все свернуты изначально без аккордеона материалов столбцах но здесь уже просто на ваш выбор столбцы материалов количество столбцов которых отображается материал по умолчанию стоит один расстояние между материалами также можно задать расстояние между материалов в процентах 0 значит расстояние скорее всего нет также можно выбрать лимит материалов максимальное количество отображаемых статей максимальный уровень категории минимальная дата материала максимальная дата для вас уже знакомые эти опции внизу также сортировка это все мы рассматривали именно в модуле но также видите это есть и в глобальных параметрах также мы с вами рассматривали настройки вкладок аккордеона но здесь эти вкладки являются глобальными для всего компонента единственно здесь есть отличие глобальной настройки от модуля это нижняя даже не переведенная строка что-то со скриптами уже для продвинутых пользователей мы ее с вами не трогаем мы с вами рассмотрели глобальные настройки компонента digit ups у нас с вами в принципе практически все разобрано кроме дизайна вкладок а именно здесь они называются темы